этот эксперимент я провожу уже после того как плавил эту самую бронзу в тигле просто я сплавил не всю и сейчас попробую расплавить горелкой посмотрю что с ней будет а что произошло с бронзой в тигле это очень интересно смотрите далее а пока поплавим то здесь а лавна будем считать что расплавились долго эта история так мы все смотрите продолжение что дальше следует потому что результат совсем другой всем привет вот и пришел момент попробовать не поплавить бронзу как я уже говорил медь плавил но я там расплавил 10 грамм теперь я сделал вот такой тигель и посмотрю хватит ли моего горна мощности его чтобы расплавить вот этот весь металл два счетчика водяных и 4 крана водопроводных хотел плавить в этой чашке прошлый раз вам рассказывал ну что я здесь 200 грамм каких-то выплавлю а здесь получится нормально сейчас я вот это вот кофейную банку как уже углем засыплю горн банку обожгу и буду выливать в нее в эту банку горн разгорается пока без поддува могу показать как работает с поддувом пока газа нет че угля но это лихо вот так выключаем короче все пора мне уголь засыпать и дальше как установлю тигель продолжим пока разгорается горн сейчас немного про тигель расскажу я прошлом видео говорил же что вот плавил вот в этой вот и пока расплавил медь то есть железо аж потекло и поэтому тигель взял толстостенную трубу а внутрь шайбу вытащил с двадцатки 20 миллиметров толщиной с пластины загнал сюда кувалдой и отборил то есть она у меня примерно вот досюда вот эта шайба теперь посмотрю что получится в тигле получится ли ее прогреть вообще так чтобы потом расплавилась бронза но если в этой расплавилась медь а у меди температура плавления 1200 по моему что-то такое или 1100 а у бронзы 900 с копейками градусов температура плавления должна расплавиться посмотрим сейчас скоро разойдется поставлю тигель по бокам отсыплю углем и можно будет ждать когда раскалится вот установил тигель разгоревшийся уголь и сбоку еще полностью отсыплю короче если потратил пол петра угля на это дело уголь семечка мелкий то ради науки ничего не дали первый раз плавлю поэтому я знаю что когда я расплавлю вытащу если расплавлю вытащить и гель тут еще будет угля очень много пусть лучше будет лишнее на первый раз чем потом надо будет подсыпать ждать этот разгорится пусть лучше так все дальше покажу когда уже раскалится тигет и будем забрасывать грот наверху даже нет еще никакого признака никакого пламени смотрите а пятак какой красный уже видно вам будет да видно и краснеет прям на глазах так что должно все получиться запросил один кусочек ну дыму с него хватает даже и не посмотришь что там творится наверное какой-то сплав может махнет еще что-то что тут выгорает может кто знает еще не видно что творится воду плавить и смотреть пока забросил порцию как раз дыма пока нету смотрите что там дым короче идет и белый и желтый тигель стал весь какой-то желтоватый сейчас начнет нагреваться опять дым появится не знаю или сплав такой или вся бронза так плавится будет смотреть наблюдать что-то там горит в этом адском котле смотрите что это такое выгорает не может у нас магния так она у меня тигель сожрет быстро спалит и ничего и не выплавлю лишь бы ничего пыхать не начало некоторые мне пишет вот почитай литературу про то просил будешь знать как что делается да вот так намного интереснее делать только что это такое потом фырчит да наверное сегодня на плавлю бронзу творится короче все надо отходить подальше я уже близко боюсь подходить там фыркает уже он брызгает непонятно что происходит что там горит а близко страшно потому что видно что как как будто капли вылетают затухает как будто собирается вот силами и фыркает наверно бронзы у меня не получится ухты и сейчас я попробую залезть повыше и показать что там происходит непонятно очень непонятно так ладно я боюсь как бы тут что-то не фыркнула и фыркнет это все на меня поэтому выключаю и ждем окончания что получится такое ощущение как будто я туда забросил не бронзу а серу смотрите что там сейчас происходит и она все никак не угомонится горит и горит фигель желтый все желтая смотрите какой-то порошок на тебе что это такое похоже что бронза я сегодня не увижу смотрите окунаю там все расплавленное наверное уже давно расплавленное такая вот штука получается я не могу понять там есть что-то или нет стоит забрасывать остальное что она сгорает я не могу никак схватить порошок какой-то он остался короче все не буду я больше бросать ничего остынет посмотрю что там получится смотрите вот и вся бронза похоже а может это шлак сверху а бронза есть хотя ладно раз зажег или нет нет все хватит короче попробую сейчас вылить что есть выльется так выльется не выльется значит все там перегорела и какой-то этот состав не очень-то и бронзовый сейчас буду выливать посмотрим так но она там также кипит стреляет короче все пробую достаю может что-то и выльется не знаю что-то 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 результат ничего здесь нет пустой что там есть я не знаю остынет покопаемся как алхимик какой-то чувствую себя вот пепел летит с нее смотрите что такое да все на меня надо будет тигель вычистить и посмотреть что на мне хоть что-то осталось печка желтая все желтая какой-то серный туман получился попробуем вытряхнуть что получилось посмотрим что получилось ничего хорошего короче бронза сгорел ух ты и тигель мой погорел так надо будет там в угле посмотреть может там бронза будет уху сейчас покажу поближе что-то стилем получилось смотрите тигель как горел для плавки железное это не алло вода тигель нормальный когда печь остынет посмотрю может там бронза будет внутри где в углях может она просто вытекла короче будет видно расскажу так ну еще не остыл тигель но уже наверно видите да что там в нем происходит я так полагаю все таки наверное тигель не прогорел а просто бронза это она выгорела с чем она непонятно смотрите какой порошок образовался его много сейчас остывает он отлипает переверну покажу что там такое что это за порошок вот видели какой тигелек получился это не горит это железо плавится не знаю надо на на правда поддув уменьшать на горне железо плавится ух ты взрывается там стреляет сера как будто вот настоящая сера получилось смотрите только правда при остывании побелела а внутри в тигеле еще горит так я его сейчас занесу темноту где-то в тень надо его поставить внутри там еще что-то горит видите тигель я уже давно знал не то что остудил но он бы остыл там вот эта вот хрень которая образовалась она до сих пор тлеет горит что это такое звукостой кислороду даю и ну начинает загораться видите как только какой камешек расковыряют и он на воздухе сразу горит так ну все наверное вот и все эксперименты вот такой вот удачно неудачный опыт короче бронзу я не поплавил надо искать тигель какой-то получили в стальном попробовать теперь медь хорошо поплавить бронзы не получилось может бронзу не то все на этом заканчивая свое кино лайки дизлайки это все за вами решать есть желание подпишитесь на канал большое вам будет от меня спасибо всем удачи пока здоровья